Таши Дилек, с вами Буддистка Кэт. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас 5 мая 2020 года. Мы находимся в Индии, штат Анфред Прадеж. Чего там дальше? По всему миру везут факт. Значит, Ашрам Саибабы Прошанти Нилайям. Кажется, дистриктов у нас тут особо нет. Ну, Путапарти, да, Путапарти. Алло, привет. Представляете же, 5 мая, 5 мая. Скорее всего, я бы сегодня уже, скажем так, покинула или покидала бы Индию. Уже бы возвращалась домой, потому что завтра моя виза оканчивается. Ну, естественно, ничего не получилось. Я подала на продление уже, там что-то какой-то ответ пришел. Кстати, надо почитать, что они мне ответили. Ну, я думаю, что должны были продлить, потому что, ну, а как иначе? Я тут остаюсь, ну, не по своей воле. Да, я принимаю эту ситуацию, что я здесь нахожусь, все хорошо, все прекрасно. Но, конечно, домой тоже хочется. К родным. Коши мои. Больше всего скучаю по своей кошке Лаки. Это что-то, это просто, ну... Нет, не плакать, хотя не плакать. Но она, да, она просто как мой, ну, самый близкий, вот тоже друг, как член семьи, который еще и не понимает, где хозяйка, где вообще что. Что вообще происходит. Ну, ну, как сложилось, так сложилось. Я надеюсь, что мы с ней встретимся. И вот это обнимашки, обнимашки. Ну, а я чего? Я спина так и не прошла. Я не знаю, почему, но, скорее всего, может быть, что-то это я в йоге там пока занималась, что-то неправильно сделала. Ну, как-то резко, возможно. Причем я это не отследила, но ладно. Неважно. Мы встаем сейчас в 5 утра, поемом кара, и я дальше валюсь спать. Сегодня где-то проснула. Во сколько я проснула? В 10. И сразу пошла в магазин, потому что он в 11 закрывается. И меня вчера, по-моему... А, позавчера не пустили. Но сегодня я попала в магазин. Смотрите, целый-целый мех накупила. Давайте я вам сейчас покажу. Будет такой, типа, знаете, как этот... Анабоксинг. Модное слово, это когда вот что-то накупил, а потом показываешь свои покупки, пока еще ты их не использовал. Но я, правда, оттуда уже достала 6 лимонов девочкам, двум Ленам. Но ничего. Сейчас, что осталось, покажу. Леночка пока пошла в коммодейшн платить за проживание. А я чего? Я еще хотела, кстати... Пока не забыла, я же такая, знаете. Сейчас помню, потом не помню. Я хотела поблагодарить дорогие зрители за вашу поддержку, за вот эти теплые, добрые слова, за просмотр того куска, там, где я говорю, в чем я классная. Я теперь стараюсь каждый день все-таки практиковать. До сих пор сложно еще, но... Но мы на верном пути. Я выражаю вам свою огромную сердечную благодарность. Вот от всей души за ваши добрые слова. Это просто нечто. Я читала просто до слез. Я, ну... Я, может быть, даже не представляю, как вы выглядите. Может быть, мы никогда не встретимся. Но... Но мы... Ой, господи, блин. Опять. Что-то я какая-то сентиментальная стала. Но мы как будто бы, знаете, вот соединены. Наши души как будто договорились. Вот, ну... Встретиться. И даже на расстоянии мы можем чувствовать друг друга. Это прекрасно. О, боже мой. Блин. Ух! Что-то я стала плакать на видео часто. Просто... Ничего. Просто... Я говорю это, ну, вот, реально от всего сердца. И сердце идёт, поэтому... Поэтому как-то так. Но ничего, это не из грусти, это именно вот из радости. От того, что я это чувствую, я это проживаю и говорю вам. Я не боюсь признаться в своих чувствах, что я люблю вас. И это всё честно. Честно-честно. Обманывать мне нельзя, потому что обед давала. Ой, как-то так. Ну, а пока анбоксинг. Хватит слёз. Всё. Всё, пришли в себя. Всё хорошо. Настроение хорошее. Просто иногда... Вот как накатит такое. И прям... Ух! Но когда накатывает, оно хорошо. Ты просто в этом моменте находишься. Ты не в прошлом, не в будущем. Ты вот прямо здесь и сейчас. И это, да, это круто. Итак, поехали. Что же у нас здесь, в нашем волшебном мешочке? Чеки, вот цены я потом скажу. Они будут тоже примерные, потому что... Тут с налогами немножко другие суммы получаются. Вот так. Финики. Кастровое масло. Ага. Вот так покажу поближе. Кастровое масло. Это я решила вот... Ну, для бровей. Но оно такое хорошее вот... Качество, что можно даже внутрь принимать. Но... Я думаю, что всё-таки для бровей. А, ну, для ресничек оно хорошо влияет на рост волос. И укрепляет тоже. А, поэтому как-то так. Итак, моя любовь. О, манго! И помидоры. И ещё манго. Не сдержалась. Они были... Они очень дорогие. Поэтому сейчас уже наступает сезон манго. Посмотрите, какие они огромные. Прямо в две ладони мои. Наверное, всё-таки буду параллельно как-то называть, стараться цены. Смотрите. Финики были. 49. Ой, Леночка моя пришла. А масло 36. Кажется так. Смотрите. Потом манго. Да, это все, кажется, манго. Четыре огромных манго стоили. Непонятно, сколько где манго. Так отдали, да. Томаты. Ага, манго вот. 113 руби. О, спасибо за досу. 113 руби. Обалдеть. Три рубля белорусских. Я в шоке. Так, поехали дальше. У нас тут помидоры, помидоры. Сори, что немножко оторвожу. Видимо, придётся снова ускорить. Так, помидоры, помидоры. А какие красавцы. Помидоры у нас стоили. 6 руби, 6,60. О, за таких красавцев. Потом 4 картошинки. Это я всё так выкладываю, чтобы вам показать. Сейчас я это всё в тазик определю свой. И накрою мокреньким полотенчиком, чтобы оно там всё хорошо чувствовало. А картошица 18,72. А, отличная цена, мне кажется. Так, поехали дальше. Перец. Для салата. Три штуки. Значит, то, что у нас тут стоит. Три руби. Это что, одна руби и один перец? Обалдеть. Так, четыре огурчика. Замечательные, по-моему. Прекрасные. Сюда мы их положим. Огурчики стоят. 17 руби, 59 копеек. Не знаю, как это мы заводим. Три яблока. Три яблока очень дорогие. Привозят их откуда-то непонятно откуда. То ли из Италии, то ли из Гималайи. Но они очень красивые. И вкусные. Я вообще яблоки раньше не очень любила. Но эти супер классные. Значит, яблоки 75 руби. То есть это 25 руби и одно яблочко. Но я их очень люблю. И всё-таки стараюсь как-то... Что сказать, это... Разнообразить своё питание. В столовой постоянно кушать как бы не получается. Пять лимонов. Я пришла, кстати, их не было, девочки сказали. И потом, видимо, реально для меня их принесли. Я себе взяла пять лимончиков. И по три ещё девочкам отдала. Значит, всего было 11 лимонов. За 11 лимонов сколько у нас тут? 36 руби получилось. И ещё я взяла вот такую вот красную чечевицу. Красная чечевица почём? Самая первая, кажется, была. Нет? Вторая. 37,44. Тоже, по-моему, прекрасная цена. Вкусная, замечательная, богатая белком. Всем рекомендую. Ну вот это всё богатство. Примерно на 400 рупий. 308 в овощном и 96 было у меня вот за это. В обычном стационарном я покупала это в магазине. Прям продуктовая корзинка получилась. Ну что, загружаем в холодильник. Поехали. Вот это манго я, наверное, сейчас съем. Или вот это? Да, вот это помягче. А вот это всё, да. О, летят чеки, летят. Такой а-ля порядочек будет у нас тут примерно хотя бы. Картошечку. Вот не знаю, чего с помидорами делать. Они всё-таки как-то бывают себя не очень хорошо чувствуют, если полежать. Поэтому, может быть, как-то их отдельно положить. И в первую очередь. Да, точно. Вот так. И лимончики тоже, они бывают полежат, полежат. И твердеет их эта кожура. Потому что высыхают. Прям обалдеть. Не хватает там влажности. О, ну красиво. Яблочки тоже отдельно положу. Потому что мне написали в комментариях, что они как-то вот не любят соседствовать. Точнее, те, с кем соседствовать, не любят яблоки. Ну замечательно. Я так рада лимонам, потому что можно и в чай, и в воду с лимоном по утрам я пью. Отщелачивает очень круто. Вот так. Всем рекомендую тоже. Что-то за музыка прикольная играет. Всё, уже не играют. Хотела вам показать эту музыку. Но нет. А во. У нас тут, кстати, так обезьяны разбушевались. Вчера бушевали, сегодня бушевали. Вот тут вот на ветках. Ой, это, наверное, вот тут вот. Мужчинка слушает что-то. Да ладно. У меня снова образовался бардачок. Так что, пожалуй, буду наводить порядок. Вон там. Медитация в наведении порядка. Опять музыка. Медитация в наведении порядка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он сейчас нуждается в нашей помощи Потому что это не коммерческая организация И он живет только на пожертвование Поскольку сейчас карантин То нету прихожан и некому делать пожертвование Но храм нуждается в нашей помощи И вот мы сейчас с Леной решили сделать пожертвование И я еще решила это записать на видео Ну просто что это очень благая заслуга для всех Если мы поучаствуем в таком добром деле Даже 100, 200, 300 рублей Вот любая помощь очень важна Хотя бы немного Но мы можем помочь И это будет благая карма для всех нас Вот Это сайт Датсана Вы просто можете в интернете ввести Датсан Гонзе Чойнели Датсан Санкт-Петербург И вот там вверху Будет пожертвование И можно перечислить Хотя бы даже небольшую сумму Это уже будет благо Благодарю Вот чего нам вышло Я просто хотела тоже это вам зачитать Дорогие зрители Благодарю вас за пожертвование Согласно буддийским наставлениям Щедрость, путь к благоденствию И духовному совершенству Даяние, драгоценность, исполняющее желание Осуществляющее надежды существ Острейший меч, рассекающий путы скупости Деяния бодхисаттв, дарующие силу Бесстрашие и решимости Причина славы в десяти сторонах света Зная это, мудрецы становятся На благородный путь Совершенного даяния тела Имущества и добродетели Ламрим, учение о поэтапном пути К просветлению Джадзенкапа Вот так Тут, кстати, еще можно даже Вот заказать молибен За своих родных и близких Ой Не просто в макбуке Болтать, перелистывать Вот это можно выбрать хура Можно перечислить имена И также выбрать сумму пожертвования Так что все, супер здорово Смотрите, какое классное колечко мне Лен подарила Обалдеть, серебряное Я все думаю, откуда такой чудо-человек на меня свалился Боже мой Спасибо большое, чудо-человек Ты мой кисонька, боже мой Я тебе тоже какой-нибудь подарок придумаю Ой, расплылась немножко Ну ладно Мурлы Чао-какао, да Я просто никак не могу сесть за учебу Никак что-то Ну все, сажусь Да, внемашки Немашек много не бывает Такой классный молодец А, кстати, да Браслетик, да Это был один из подарков Но надо еще что-то придумать Да Да Не надо Не так хорошо Так быстро день сегодня пролетел Уже пора на арати Пора на арати И пойдем прогуляемся Подышим свежим воздухом Может что-нибудь пообьем Редкие кадры Мы принесли обезьяне огурец Хоп-хоп-хоп Все, все, все Наверх Надеюсь, он тебе понравится Обезьяна Он хоть и старый, но Но все равно питательный Кушай-кушай Вот такие дела Небо какое-то в облаках Ого, там какие-то учи-тучи Прям За деревьями не видно Но там-то учи Наверное, дождь будет Было бы здорово, конечно Так, ладно, пора идти Там пару минут Тогда арати осталось А то мы несли Мы думали, может уже вечер Как бы это Может уже не будет обезьянок Может они спать пойдут Вот она вылезла Ну слава богу Кожицу не ест Кожицу не ест Ага, вот какая она Видимо, горькая кожица Уже стала Умная, обезьян Слушайте, гремит гром И гроза Точнее, молния Сверкнула Представляете? А мы взяли Благовоние Леганеш Вкусно, очень пахнет Попробуем поднести Надеюсь, дождь их не замочит Идем, идем О, слышите? Уж не знаю Удастся ли нам погулять Ну, хоть бы подношение Поднести Ну, подышать удастся Ну, подышать удастся Да, точно Ну, вы только послушайте Как кричат птицы Вот так они Каждый вечер кричат Видимо, спать ложатся Готовятся Игром гремит Я взяла шоколад Так, двигаем к Ганеше Мы пришли Вот Будда Будде тоже подносим А там Ганеша Там просто вставить палочки можно Хотя тут тоже можно В принципе, в землю Так, сейчас мы Разберемся Одной рукой не очень сложно В сторис часто показываю Ганешу На камеру особо не снимешь Но пока народа нет Так это я тут осмелела немного Красиво Такой волшебный Ганеша Просто потрясающе Наши подношения готовы Несем Ганешу Вот тут можно их поставить От всех зрителей От всех живых существ Пусть всем будет благо Махом, махом, махом Опа Готово Очень надеюсь, что дождик их не замочит Но если даже замочит Ничего страшного Завтра опять подожжу Красавчик Ганеша Сердце радуется Как смотрит на него Посмотрите, какие у него прекрасные цветы Ооо Раздавал Смотрите, кто это там Там котичка Малыш У нас ничего ничего нету Побежал котичка Мы его как-то видели Я его хотела угостить Но он как-то очень быстро убежал Безливый малыш Тебе хоть есть что покушать, а? Малыш Ну вот что-то гром громыхал Громыхал И успокоился Эй, дождь Мы тебя ждем Ты где? Вот вроде смотрим на небо Оно такое в тучах Ну Пока все спокойно Но может еще Ночью все-таки будет дождь Будем надеяться Ну А пока темнота Темнота Идем гуляем Конишек Вот тут снова с нами Ой, тут жабки опять прыгают А у нас сегодня особенный день Сегодня Леночка Стала мамой Ну не сегодня, конечно А лет 28 Эдак назад Родился мой сыночек Ромочка Да Я поздравляю Лену Я поздравляю ее сына С этим прекрасным днем А я поздравляю своего сына И свою мамочку И всех наших близких С рождением Романа Ура! Лен, расскажи, как прошел твой день? День прошел замечательно Вообще-то он должен был пройти Сегодня в Великом Новгороде И туда бы и я приехала И мой сын Но так получилось, что Баба оставил меня здесь А Рому там Дома под Кёльном Да Ну хочу сказать, что день прошел прекрасно Наверное, лучшее нельзя было и мечтать Я поднесла и благовония И Ганеши И Шиви Причем несколько раз Угостила Тех наших Близких теперь людей Знакомых Наших соседей Наших сивадалов Нашего прекрасного Йога-учителя Так здорово Да, так здорово И собачек И обезьянки И собачки пировали печенюшками И обезьянки пировали манго И под конец еще одна обезьянка Пировала свеженьким огурчиком Ну как свеженьким Так слегка Ну он был свеженький Немножко пожелтел Ну немножко, да В общем, день славно прошел Все остались рады Все прошло прекрасно День рождения получился Просто Круто Это ничего, что вы Это ничего, что вы не вместе Но душами этого все равно Вот Душа моего рядом А Рома, говорят, сейчас Дома торт печет Ух ты, вау Скажи ему, что фото прислала Это интересно Круто Крутяк Это супер день, да Магический день Класс Спасибо А мы тоже попайровали Да, я еще очень благодарна Что Катенька была рядом со мной В этот замечательный день Меня поддерживала Создавала настроение Спасибо, моя дорогая Социальная дистанция Социальная дистанция Социальная дистанция Социальная Социальная Ну что, пойдем домой Потихоньку Как обычно Я монтировать Леночка Что-то по астрологии Наверное Почитает Обязательно 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 Это, кстати Наш планетар И да Тут такая огромная Площадка Такое поле Когда нет туч Очень хорошо видно звезды Ну Насколько это тут возможно Лучше Лучше бы тучи Лучше бы тучи Улетучились Тучи улетучились Ну ничего Будем надеяться Что они прилисят к нам Обратно А вон Леночка идет Добрались до дома И Прощаемся с вами Мы вам желаем Всего самого доброго Светлого прекрасного С Левым лучики добра Лучики добра Левые Всем доброго дня Вечера Или утра Так Чего кому? У нас уже вечер Да Мы вас очень любим Прямо от сердца к сердцу Всем пока-пока Счастливо